Почему вы здесь сегодня? Вы знаете, мы собрались вместе с моими товарищами из Школы Наблюдателей Белой Ленты и после выборов стали думать, каким образом нам свой опыт, свой опыт гражданского сопротивления всевозможному беззаконию, как мы можем им поделиться с людьми. И мы поняли, что самое лучшее это учить людей самоорганизации, то есть помогать им защищать свою землю самим. Потому что невозможно, у нас не так много активных людей, и невозможно поселить меня во всех регионах, чтобы я все леса спасла и все реки спасла. Но я могу поделиться своим опытом. Вот, собственно говоря, почему я здесь. У меня уже был опыт и подготовки референдума, и организации гражданского движения. Такой же опыт есть у моих товарищей. Это Николай Ляскин из Школы Наблюдателей, и Игорь Бакиров из Белой Ленты. И вот, собственно говоря, сейчас мы пытаемся свой опыт передать людям. Ну и еще, что немаловажно. Честно говоря, разработка никеля в Черноземном районе, это изначально я восприняла это вообще как некий дурной анекдот. Но когда я поняла, что это правда, то я считаю, что просто, ну, долг, да, как гражданин России, который против того, чтобы наша страна превращалась в соединительную искусственную углу и превращалась в такую руанну, в такой предаток, да, Запада, который ничего не может интеллектуального сам произвести. То есть у меня, моя задача сейчас, как бы, остановить это всеми возможными способами. Поэтому я пригласила журналистов сюда для того, чтобы этот вопрос, чтобы он прозвучал широко и не только на местном уровне, но и на региональном, но и на уровне федеральном. Ну и, конечно же, я думаю, что это заинтересует и международную общественность, потому что Хапринские заповедни, которому грозит уничтожение, если здесь будет разработка никеля, это одно из самых вредных и ужасных производств, это одно из самых чистых мест в Европе, Хапринские заповедни. И, собственно говоря, я думаю, что это наследие не только России, это вообще мировое наследие. И я думаю, что мы и сможем привлечь к этому внимание вообще общественности международной и мировой, потому что вот так вот разбазариваться нашими замечательными местами, мне кажется, это неправильно. Как Вы оцениваете шансы, возможно, шансы на приостановку разработки? Я думаю, что хорошие шансы. Я посмотрела, честно говоря, была просто приятно удивлена, увидев так много красивых, хороших, молодых ребят, прекрасно эрудированных, подголванных здесь. Я удивилась, что их так много, и я поняла, что это настоящие патриоты своей земли. Они любят свою землю, и они готовы за нее сражаться, и это очень здорово. Спасибо.